Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день! На библейском портале экзегет мы продолжаем с вами рассмотрение Евангелия от Иоанна, 6 глава. Все события, о которых рассказывается в 6 главе, происходят на берегу Тивериадского и Галилейского озера, которое евангелист называет морем, после этого ушел Иисус на ту сторону моря Галилейского или Тивериадского. Это указание является неким историческим несоответствием, потому что только что мы с вами помним, что в 5 главе шла о присутствии Иисуса Христа в Иерусалиме, а, конечно, из Иерусалима нельзя уйти на ту сторону Галилейского озера. Очевидно, что события, происходящие в 5 и 6 главах, разделены между собою временным значительным промежутком. Итак, Иисус Христос покинул Иерусалим, и хотя после исцеления расслабленного Он объяснил иудеям, что нарушив субботу Он выполнил дело, данное Ему Отцом, они по-прежнему намеревались Его убить. Находясь на озере, Господь видит, что к Нему идут большое количество людей, потому что видели знамения, которые Он творил над больными. 6.2. Это толпа была не просто толпа путешественников, и не только толпы, которые все время шли ко Христу, которые Его окружали, которые готовы были слушать и ждали от Него исцеления. Это была толпа паломников, которые направлялись в Иерусалим на праздник Пасхи. Итак, еще раз напомним, что Евангелие от Иоанна темно-поломничество является центральной, постоянно говорится о людях, которые направляются в Иерусалим на праздники, и в данном случае в эту Пасху по указанной причине опасности Иисус Христос не отправляется в Иерусалим, однако те люди, которые туда идут, они встречают Его по пути, и дальнейшие события приобретают весьма драматический характер. И очевидно, что люди шли за Иисусом Христом на некотором, может быть, даже значительном расстоянии, и Он восходит на гору и некоторое время сидит там со своими учениками. Есть единственное чудо, которое описано во всех четырех Евангелиях – это насыщение пяти тысяч. Правда, четвертый Евангелист рассказывает о нем несколько иначе, впрочем, как и обо всем остальном. Итак, если в синаптических Евангелиях, то есть в Евангелиях от Марка, Матфея и Луки, говорится о том, что желание накормить людей восходило от апостолов, то в Евангелии от Иоанна инициатива принадлежит самому Иисусу Христу. Видя приближающуюся толпу, он спрашивает Филиппа, где нам купить хлеба, чтобы они поели. Филипп был из Вивсаиды, которая находилась несколько выше, севернее, по Галилейскому озеру. И, зная это место, Филипп отвечает, что даже на 200 динариев не найти для них хлеба в окрестных деревнях, чтобы каждый из них получил хоть немного. Андрей, который, как и Филипп, был из Вивсаиды, сообщает Иисусу о мальчике, у которого есть пять хлебов ячменных и две рыбки. Что это, тем не менее, он говорит, для такого множества. И, описывая чудо, евангелисты подчеркивают момент насыщения всех собравшихся, раздал возлежащим сколько хотели. 6.11. Поели хлебов и насытились. 6.26. Когда же они насытились, говорит он ученикам своим, «Соберите оставшиеся куски», и собрали они и наполнили 12 коробов. Распоряжение «Собрать оставшиеся куски» связано с иудейским обычаем использовать остатки еды. 7.11. Обычно оставшаяся пища была предназначена для тех, кто прислуживал за столом. 8.11. И повеление показало величие чуда. Оставшегося хлеба было даже гораздо больше, чем в момент начала чуда, перед тем, как этот хлеб стали апостолы разносить и раздавать. То, что Иисус Христос сделал то же, что и некогда Моисей во время исхода из Египта, когда накормил множество людей в пустыне, рассматривается собрашиваемость как исполнение пророчества, пророчества, которое же упоминалось отчасти в пятой главе. Это второзаконие 18.15. Пророка «Как меня воздвинет вам Господь». То есть люди ассоциируют это с личностью Моисея, потому что Иисус Христос совершает то, что и совершил некогда Моисей. Никто больше из других действующих лиц, каким выдающими себя не были, священной истории этого не совершал. Тогда, продолжает Евангелист, люди, видев знамение, сотворенное им, стали говорить, что он воистину тот пророк, который грядет в мир. И присутствующие, многие из которых направлялись на Пасху, в Иерусалим, решили схватить Иисуса Христа, чтобы там, в Иерусалиме, сделать его царем. Им неизвестно, что там, в Иерусалиме, намерены его убить. И, собственно говоря, как мы с вами знаем, именно претендента на царство, претендента Иисуса Христа будут рассматривать, как, собственно, главное обвинение, ложное обвинение. И в конечном итоге оно станет причиной его осуждения на смерть. Но пока Иисус Христос, зная о намерении толпы, удаляется от нее, и с наступлением вечера ученики решили возвратиться в Капернаум, город на берегу Галилейского озера, который был средоточен проповеди Иисуса Христа в Галилее. Они спустились к морю и сели в лодку, на которую приплыли сюда вместе с Иисусом Христом. Пока не стемнело, они видели, что он не возвращался к берегу, начался встречный ветер, и ученики вынуждены были более усиленно грести. Проплыв около пяти километров, 25 или 30 стадий, они видели Иисуса Христа, приближающегося к ним по морю, и в страхе закричали. Но он успокоил их, это я, не бойтесь. После этого они хотели взять его в лодку, и тотчас лодка оказалась у земли, куда они плыли. 6.20 эта деталь отличает рассказ о этом событии от предшествующих евангелистов. Итак, люди, которых Иисус Христос накормил чудесным образом, они ночью не могли видеть, как он покинул это место и ушел по воде ученикам. Они видели только, что ученики отплыли в единственной лодке, которая была там. И когда утром проснулись, увидели, что Иисуса Христа на этом месте нет. И в это время приходят другие лодки из Тевриады, тоже еще одного города, который находился как раз южнее местописимых событий, и отправляются по берегу в поиск Иисуса Христа, и в итоге находят его в Капернауме. И, найдя его там, они, конечно, с удивлением спрашивают, «Рави, когда ты сюда прибыл?» И в ответ Иисус Христос не объясняет, когда и как он вернулся в город, а говорит им о причинах их поиска. Они взялись его искать, потому что он привлекателен для них, как способ получения пищи. «Истинно, истинно, говорю вам, вы ищете меня не потому, что видели знамени, а потому, что поели хлебов и насытились». 6.26. То есть их привела к нему невера и непонимание духовного смысла увиденного знамени. Он вчера накормил их до сыта, и они снова пришли к нему, чтобы поесть. И поэтому Иисус Христос предлагает искать для себя не пищу тленную, 6.27, но пищу, пребывающую в жизнь вечную, которую даст Сын Человеческий. Тем самым проводит различия между обычной земной пищей и пищей, которая прибивает в жизнь вечную. И земную пищу он объявляет тленной, потому что все равно, хотя она и поддерживает существование человека, продлевает его жизнь, но не может ему гарантировать, обеспечить избавление от смерти. На призыв Иисуса Христа делать то, что приведется к вечной жизни, народ просит дать ему более конкретные наставления, как нам поступать, чтобы делать дела Божии. Иисус Христос отвечает в том дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. То есть, другими словами, опять же, можем видеть, что не вера привела этих людей к Нему, и этой веры Он ждет от всех собравшихся, потому что без веры дела Божии в дальнейшем для них будут просто-напросто невозможны. В ответ на слова о необходимости веры люди просят показать им еще что-нибудь, еще одно знамение, которое, как им кажется, могло бы утвердить их вере. Они хотят, чтобы Он не звел для них хлеб с неба, подобно Моисею, который питал народ в пустыне, как описано в 77-м саламе «хлеб с неба дал им есть». Показательно, что они не просто говорят о каком-то чуде, а даже конкредитируют то, что они хотели бы получить. И перейдя от далекого прошлого к сегодняшнему дню, Иисус Христос говорит им, что ныне не Моисей дал вам хлеб с неба, но Отец Мой дает вам истинный хлеб с неба. Потому что хлеб Божий есть тот, который сходит с неба и дает жизнь миру. Не понимая, что речь идет о конкретной личности, собравшиеся по-прежнему просят его накормить их. Тогда сказали они ему, Господи, давай нам всегда этот хлеб. И здесь нельзя вспомнить о уже рассматривающейся нами диалог с самарянкой. Женщина просит Иисуса Христа о воде, которая бы сделала для нее ненужное хождение к источнику, а Иисус Христос говорит о живой воде, как о духовном даре, который утоляет духовную жажду. Поэтому Господь уточняет, указывая на себя, как на этот необычный хлеб, сходящий с неба, объявляя, я хлеб жизни. Но отметим, что именно этого и ждут от него собравшиеся, постоянного удовлетворения своего голода и жажды. Однако Иисус Христос предлагает им другой хлеб. Для того, чтобы его получить, нужна вера, которую, как мы уже отметили, его слушатели не имеют. Но я сказал вам, 6.36, что вы и видели меня, и не веруете. И тема веры, она становится центральной в последующих 10 стихах 6 главы с 37 по 47. Эти стихи кажутся нам неким отступлением. Действительно, они прерывают, как мы сейчас увидим, ход беседы о хлебе жизни, но на самом-то деле по смыслу с ней связаны. Итак, все, что дает мне Отец, ко мне придет. Отец привлекает людей к Сыну с помощью веры. Вера – это дар Отца. И последователи верующих во все, что говорит им Иисус Христос, приводят к Нему Бог. «И приходящего ко мне не изгоню вон, потому что я сошел с неба не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня». То есть свое всецелое повиноведение и преданность Иисус Христос подчеркивает через невозможное. «Не изгоню вон». В чем же воля Отца? В том, чтобы из всего, что Он мне дал, я не погубил ничего, но воскресил бы то в последний день. Опять же, не погубил ничего – это недопускаемая возможность, а стремление подчеркнуть, что цель – не с послания Сына Божия в мир, избавление от гибели и сообщение им вечной жизни. Ибо воля Отца моего в том, чтобы каждый видящий Сына и верующий в Него имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Столь необычное и пока еще малопонятное заверение Иисуса Христа о себе, как о хлебе, сходящем с неба, вызывает ропот и недовольство со стороны слушателей. Они не понимают, как этот человек может стать хлебом. Конечно, Евангелие писалось уже на рубеже первого и второго веков, и его адресаты и читатели прекрасно понимали, что в этой беседе Иисус Христос в преддверии будущих событий раскрывает смысл и назначение Таинства Евхаристии. Но, конечно, слушатели Иисуса Христа не могли это воспринять, они об этом не догадывались, и поэтому говорят о его земном происхождении. Не он ли Иисус сын Иосифа, отца и мать, которого мы знаем? Как же он теперь говорит «я сошел с неба»? А в ответ Иисус Христос не пытается объяснить своей аудитории реалии своего небесного происхождения, а вновь указывает им на отсутствие веры в Него. «Никто не может прийти ко мне, если Отец, пославший меня, не привлечет Его, и я воскрешу Его в последний день». Трижды в разбиравшемся отрывке Иисус Христос повторяет, что Отец привлекает людей к Сыну для того, чтобы Он воскресил их в последний день. Без изволения Отца это невозможно. Кого привлечь, решает Он. Но воскрешение является прерогативой Сына. Таким образом, в контекст повествования беседы о хлебе жизни вводится положение о воскресении людей через Иисуса Христа. Мы о нем говорили уже и читали в пятой главе. А далее беседы возвращаются к своей центральной теме «Хлебе, сходящему с неба, я хлеб жизни». Повторяет Иисус и продолжает. «Отцы ваши ели в пустыне ману и умерли. Этот хлеб с неба сходит, чтобы человек от него вкусил и не умер». То есть, назначение этого хлеба – избавление от смерти. «Я хлеб живой, с неба сошедший. Если кто вкусит от этого хлеба, жив будет вовек». Итак, Иисус Христос является источником жизни для верующих в Него. И то, что эти слова и утверждения вызывают ропот и недовольство, еще раз показывают, что его слушатели не имеют достаточной веры к Нему. Конечно, пока еще Иисус Христос не дал никаких пояснений. И почему Он так себя называет, почему отождествляет себя с хлебом, наверное, неясно еще никому. И лишь дальше Он открывает, что хлебом является Его собственное тело. «И хлеб, который я дам, есть плоть моя». 6,51. Для того, чтобы есть плоть человека, конечно, нужно, чтобы он был мертв. Поэтому Иисус Христос продолжает. «Плоть я дам за жизнь мира». Предлог «за» указывает на заместительное значение предстоящей смерти. И, конечно, разумеется, что требование «есть человеческую плоть», понимаемое буквально, приводит к недоумению и вопросу. Тогда начали спорить между собой у идеи, говоря, как может он дать нам есть плоть свою. И не объясняя значение, Иисус Христос выдвигает следующее, новое требование. Необходимо не только есть Его плоть, но еще и пить кровь. Это является условием обладания вечной жизни и будущего воскресения. «Сказал им Иисус, истинно, истинно говорю вам, если вы не едите плоти Сына Человеческого и не пьете его крови, не имеете жизни в себе». То есть человек в себе несет только неотвратимый закон тлений и смерти, от которого его может спасти не пища и лекарства, а тот, кто имеет жизнь в себе. «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя есть истинная пища, и кровь моя есть истинное питье». 6.54. Надо отметить, что употребление крови в иудаизме категорически воспрещалось. И, собственно говоря, любая мясная пища, прежде чем мясо готовить, необходимо было, чтобы из туши животных кровь была спущена. Итак, свою плоть и кровь Христос объявляет истинной пищей. В смысле подлинности, потому что она несет в себе жизнь, которая не подвластна времени и законам распада. Жизнь, которая не прекращается никогда. И следующие стихи объясняют, в силу чего же это возможно. В вечную жизнь человек получает в силу взаимопребывания едущего и Иисуса Христа друг в друге. «Едущая мою плоть и пьющая мою кровь во мне пребывает, и я в нем». Итак, речь идет о взаимопребывании. В силу этого соединения между едущим и Иисусом Христом образуется нерасторжимая глубокая связь, наподобие той, которая существует между отцом и сыном. «Как послал меня живой отец, и я живу отцом, идущему меня он тоже будет жить мною». Эта связь неупразднима и нерасторжима. «Как для сына источником жизни является отец, так и для едущего источником жизни становится сын». И смерть уже не имеет над таким человеком окончательной власти. «Этот хлеб с неба сошел не так, как еле отцы умерли. Едущий этот хлеб жить будет вовек». Итак, назначение этого хлеба в избавлении от смерти. Это одна из самых больших глав Евангелия от Иоанна. И понятно, что сходу трудно проявить ту логику, которая прослеживается на протяжении этой беседы. Поэтому я буквально в двух словах повторю, каким образом говорится о хлебе, сошедшем с неба. Сначала Иисус Христос в 32-м стихе говорит просто о хлебе. Затем он в 33-м говорит, что хлеб является личностью. «Потом говорит о том, что хлеб этот несет жизнь» – 50-48-35 стихе – «и избавляет от смерти». «Потом конкретизирует» – «этот хлеб есть плоть моя». Новое положение необходимо в 53-м стихе «не только есть плоть, но и пить кровь». «Иначе не будете иметь в жизни себе». Именно это является условием воскресения в последний день. И воскресение возможно потому, что существует взаимное пребывание Христа и идущего в друг друге. Как для сына – источником жизни является отец, так и для идущего – источником жизни становится сын. И, наконец, итог, едущий мою. Хлеб этот будет жить вовек. Вернемся еще к одному моменту. Это отрывок 6.37-47, где говорится о цели, о назначении прихода в жизни и в мир. Цель, конечная цель прихода в мир – это воскресение мертвых, воскресение верующих. И эта общая цель, центральная, главная цель, она соединяется в ходе беседы с конкретной формой ее осуществления – вкушение плоти и крови самого Иисуса Христа. Надо сказать, конечно, что эти слова вызывают непонимание и недоумение большей части слушателей. И получается так, что ученики, которые его окружали, они уходят, потому что говорят, какие странные слова, кто может это слушать. И действительно странно, что человек говорит о том, что его необходимо есть, и без этого вечная жизнь невозможна. И лишь видя тех, кто расходятся, Иисус Христос спрашивает Петра и других апостолов, не готовы ли они уйти. На что Петр отвечает – ты, Христос Святой Божий, и имеешь глаголы вечной жизни, куда нам идти. То есть, конечно, это означает, что Петр понимал все то, что говорит Иисус Христос, но вера в него давала возможность ему и остальным апостолам принимать эти слова как данность, не оспаривать их, соглашаться с ними. Но, увы, среди двенадцати был и один неверующий апостол Иуда, которого даже евангелис называет дьяволом, потому что ему предстояло предать его. То есть, Иуда мог бы уйти, как и большинство учеников в тот момент, он остается для того, чтобы предать. Итак, в ходе беседы Иисус Христос указал на необходимость своей смерти за жизнь мира, чтобы людям дать в пищу свою плоть и кровь. Но теперь, уже в завершении, подчеркивается ее историческая неизбежность и запредательство. Таким образом, предназначение смерти, оно соединяется с конкретной ситуацией, в результате которой она осуществится.